Субтитры сделал DimaTorzok Ну, как сказать, да Ну, что? Фильм хороший Петр Ну, одноразовый Петр Хорошее кино было, что ты сразу начинаешь Не, ну, такое, ты будешь его пересматривать когда-нибудь? А на свой экспресс? Да Ну, серьезно, ну, то есть, такое Ну, я один раз его пересматривал Видимо, блядь, совсем нечего было смотреть Нет, видимо, совсем было Ну, это как, где моя тачка? Ну, да Где моя тачка-чувак еще пересмотрели? Бля, это, кстати, или этот Негрозижного Централа Очень страшное кино еще можно пересмотреть Причем все Такое Слушайте, я недавно пересмотрел Полицейскую Академию Какое же говно То есть, это же прям плотно Нет, смотри, ты старый фильм И финал этот с Минетом Ты первый час? Главное, да, это прям Это как, помните, после Мэд Макс Фьюри Роуд Мы решили посмотреть Мэд Макса Первая часть Да, это оскорбительно плохо Это очень плохо Почему я смотрю? Я минут Я где-то минут сорок Я не понимал вообще, что происходит И где вообще, сука, Мэд Макс И когда это начнется? Что это за Какая-то За Жигули Семейная драма Да ладно, берегись автомобили Берегись автомобили Про полицейский участок Там вот эти вот злодеи Реально полчаса колесят И злобно смотрят Да Полчаса Злобно смотрят Ты че, сука, делаешь-то? Ты че, мое время тратишь? Полчаса злобно смотрят Это пиздец То есть, такое могли снимать только тогда Ну, 10 сколько-то тысяч австралийских долларов Ну, ты же понимаешь, что второй Мэд Макс Это вот тот самый Мэд Макс А первый, ребята, никому не рекомендую Серьезно, просто не смотрите Забудьте, его нет Его не существовало Вспомни, как выглядел первый Кошмар на улице Через двойную и сплошную сейчас Кошмар на улице Кошмар на улице Или Злоящие мертвецы Я тебе честно скажу Вторая часть, которая ремейк первой Послушай Да-да-да Послушай, весь кошмар на улице Вязов Вообще весь Слушаю Да Точно слушаешь? Давай 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 посидим так Спасибо Смотри, весь кошмар на улице Вязов Это ебаный кошмар На самом деле Кинематографический Ладно, а я любил кошмар на улице Вязов Да Ты знаешь Нет, ты вот сейчас посмотри Это вот Это прям В какой части он вселился в парня Который был влюблен в девушку Я помню только третью Где они в снах там были Он ей, значит, облизывает живот А, это вот охотники со сновидениями Это самое Помните? Это самая крутая часть Вы помните эту сцену Когда, значит, они где-то возле бассейна, что ли Он ей облизывает живот И у него вываливается такой отвратительный язык Как у Фредди Крюгера Вот это вот какая часть была Кошмар На улице Вязов Нет, ты знаешь Нет, это было очень страшно И еще этим фильмом пугали Пугали маленьких Потому что из серии мне бабушка говорила Вот у таких-то Там у Петровых посмотрел Саша И у него истерика была ночью Так что Кошмар на улице Вязов работал Просто всему свое время Виктор Не в 40 лет надо смотреть Кошмар на улице Вязов Хорошо В первый раз Стоп, стоп, стоп А представь свою А бабушку свою Бабушку свою Представь Она это в 80 увидела Ну не в 80 Ты ей отказываешь В первом впечатлении А вы знаете, кто умер На улице Вязов Давай Кеннеди А, то есть Элм-стрит Она реально существует? Да, конечно В Далласе его застрелили На Элм-стрит Я уверен, что Кошмар на улице Вязов Это не просто название Это тот самый заговор Кошмар на улице Вязов Да, вы что, не знали? Я тоже давно Долго не знал Убийца Кеннеди найден Такой Фредди Добрый вечер, друзья Это подкаст Отвратительные мужики На Disgustingman.com 142-го раз Виктор Зуев Добрый вечер Андрей Загудаев Меня зовут Петр Сальников Сегодня мы обсуждаем Кинематограф Напитки Увеселительные мероприятия Одежу Надежу И Вельможу И надежду Так Андрей Что же мне об этом известно? А Веру? А? Виктор? Да я смотрю Из Гинскому приехал С надеждой в глазах Где вы набухались-то До записи? Мы нет Мы вышли Мы вышли из метро Не, ребят, ребят На записи На записи Не-не Это строгое правило Которое мы поддерживаемся всегда Вот если кто-то Вот, знаете Кто-то когда снимает на видео И потом еще Показывает это Вот поэтому у нас нет Видеоверсии Отвратительно Мы не снимаем Версию Запреть Да, согласен И как Кёльн? Кёльн? Ты съездил в Кёльн Хорош Стоит Стоит Я считаю, что Геймскому обсуждать Совершенно бесполезно Бесполезно Давай сразу Тему протухло Две истории Две истории Проброс Две истории Проброс Кёльн нужен Кодзима что? Кодзима что? Кодзима что? Давайте просто скажем Кодзима все И все Кодзима все Первая история Для тех Кто только Подключился К нашему подкасту Потому что Много раз Это проговаривали И прочее Есть такое Заведение В Кёльне Называется Айсбар Его можно сравнить Наверное С Русским домом Во время Олимпиады Вы знаете Что во время Олимпиады Если куда-то Но оно проходит За пределами нашей страны Там где-нибудь Организовывается Где-нибудь В пафосном Олимпийской деревне В пафосном месте Называется Все это Русский дом Иногда строится Иногда строится Да Где Тусят Спортсмены Медиа Вейпи Гости И в общем Происходит Кутеж С твердым знаком На конце И с восклицательным Тоже Вот наверное Во время Геймс Кома Русский дом Заслуженно Принадлежит Этому самому Айсбару И Как он красиво 100 евро на чай 100 евро на чай Да Встречаюсь Я с Максимом Самойленко Это наш Это наш человек В Близзард Назовем его так Один из Инсайдер Да Да Встречаемся Уже поздно Ночью Около собора Ну естественно Ну куда пойдем Ну наверное В Айсбар Потому что все-таки Это Европа После 11 Большинство 95% Заведений Реально закрывается И Во время нашего Вот этого Недолго На самом деле От собора До Айсбара Там где-то Идти минут 10 Вот за время этого Недолгого Нашего путешествия Макс мне несколько раз Рассказывал Что ну погоди Ну ведь Илья Овчаренко Небезызвестный Опять же Если кто только Подключился Илья это Известный менее Менеджер Работает с Силсакомом С Парфеновым И многими другими Смотрите на ютубе Что называется Так вот Что Илья Овчаренко Уже давно Заклеймил Айсбар Сказал Что он Скатился Уже не то Уже все Тусят Не там Они нашли Какое-то место Где-то Запредел Итак Вить Ну где-то За пределами галактики Бля Я уже не могу стоять Витя Спокойно Быстрее И что И тут ты приходишь В этот бар И там Вау Бар говно Нет Бар классный Да 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 Короче что Зря мы вообще туда идем Что там Нет Вы туда не пошли Бесполезно И прочее Нет Все равно Мы ничего Не знаем Какого-то другого места Где можно ночью потусить Ну пойдем туда Давно Давно не виделись И мы приходим В Айсбар И первое Кого мы видим Естественно За стойкой Это сидит Илья Овчаренко Класс Это первая история Ну да Че ты начинаешь Я могу вообще Не рассказывать ничего Рассказывай нормальное дерьмо Рассказывай нормальное Вот это сенсация Заголовки В газете Ру Илья Овчаренко Продюсер Вернулся в Фёнова И Мил Сакома Обнаружен в Айсбаре Именно так Это именно так На самом деле И преподносилось Как сообщил подкаст Отвратительные мужики Что если вы Будете Когда-либо На Геймскоме Вот реально Заходите Зачем ты палишь Ну это место Уже давно Всем известно Пусть оно Таким и будет В итоге Там и Савченко И Коли Борзов Который из России Видео есть Давай ещё видео Качки Нордик И разработчики Сталкера Но того самого Ну то есть Егорский Да и компания И мы кстати С ними обсудили Вот эти новости Что типа Ну как вы вообще Относитесь к тому Что во первых Какие-то разработчики Сталкера Приехали зачем-то На Геймском И как вообще Вы в целом Относитесь к разработке Естественно Максимум скепсиса Куча шуток Колкости и прочего Потому что Там же была история Что Все что у них Сурвариум О как выстрелил Не 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 смотри Можно относиться Как угодно К Сурвариуму И к Фер Де Вульфс Заримбер Или Оф Вульфс Оф Вульфс Или Де Вульфс Которые они делают Для Отечки Норди Кстати Они на самом деле Не Не заканчивали И не останавливались Делать Шутеры Все эти годы Мне кажется Что там вопрос был Только бюджет Исключительно А так у них Скиллуха Что называется Она не терялась Не пропадала И поэтому Они были Абсолютно убеждены Что на самом деле Если вдруг Начнется какая-то движуха Вокруг второго сталкера К ним обратятся К первым Окей Есть часть выходцев Из GSC Которая работает Над метро Но очевидно Ну подожди Но очевидно Что те кто делают метро У них есть уже По сути Свой большой сталкер Им наверное не очень А вот эти ребята Они работали И над первым сталкером И при этом Они Все это время Ну может они обиделись Друг на друга Все это время Не-не-не Почему же вы Ну смотрите Вы что дураки Ну вот же они А вот вы Ну вы делаете Местер Они отказались Нет И Они сказали да Так Тишина А потом пост Григоровича С вот этим скриншотом Мы наняли чувака из игромании Нет что мы просто Да да Фактически да И что мы анонсируем Сталкер 2 Они такие Погодите Но мы же Но мы же разговаривали И все Тишина и прочее Они такие Ну окей Естественно Естественно Есть какое-то Какое-то недопонимание И наверное Какая-то обида Разговор Не дороже денег Да 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 Но она понятная Она понятная Вот И в общем Давай жарехи Жарехи Кто кого Обоссал Это был тренд Gamescom Если кто не видел Хидео Хидео Не у меня была другая история Я не видел как в игре Death Stranding Писает главный Да Ой какой восьмой Подождите Вы же стримили А Петя там сидел Я слышал Урау Вот и все Где-то там Каждые 20 минут Я не участвовал В Gamescom Да смотрели Пристально Пристально Я понял Короче На стенде Ко мне подходит Ну там Хостес Ну вот эти вот Волонтеры Вот эти вот со стенда Говорит Вы знаете Там какой-то Немецкий журналист Хочет вас спросить Про Kings Bounty 2 Расскажите ему Пожалуйста Я такой Окей Выхожу Стоит чувак Нет Он такой был Даже немножко Немножко косплей Какой-то у него там был Кого интерес Ну как это у него Из 4G Из 4G Да Ну да Немножко был косплей Вот он протягивает мне руку Первое И первое что я слышу Нет Можно тебя взять за руку И он мне говорит И вот так берет За руку Когда я вышел И за локоть тебя Thank you for coming out И я такой Он такой Что читать Я такой Я же не на немецком Откуда он знает А у Витя просто Вместо ананасов Свастики в этот день Такие на пол Радужная Радужная свастика Радужная свастика Или да Thank you for coming out Да Люфтваффе my home И вот И вот И вот эта фраза Thank you for coming out В итоге конечно же Стала таким Фольклором Фольклором После этого После этого Естественно Этой фразой Встречали и провожали Мы в итоге всех И там еще такая Была небольшая сцена И я предложил Что давайте на следующий день У нас будет стоять чувак И в духе Киану Ривса Thank you for coming out Thank you for coming out Thank you all For coming out В духе Киану Ривса И где ты бы нашел его В этой стране Да я сам готов уже Понимаешь Он знаешь Быть Киану Ривса Из Гаваев Из Гаваев По-моему Кто Киану Ривс Киану Блядь Это не смущает имя? Нет Меня не смущает Тебя смущает твое имя? Меня твое имя Блядь смущает Да? Да Ну и что ты Андрей первозванный был А ты кто? Петр Первый Да Построил на болоте Не-не-не Андрюш Андрюш Мы же можем вспомнить Про дрона А Виктор был Виктор Можешь вспомнить Какого-нибудь Петр тоже был Петр Который Шел А вот Виктор не шел Из апостола Нет Это тоже христианское имя Да? Конечно Да? Серьезно Это от слова Победа? Победа, да Сталин В честь тебя Заводится еще Вот так вот Нет-нет Все христианское У нас у троих Христианские имена Не переживайте Не переживайте А мы Мы вообще Я просто неожиданно Стал переживать После того Как Андрей Задался вопросом По поводу Киану Ривза Да Поэтому Нам нужно вернуться К корням И переименоваться Яроврат Яроврат Почему я сразу Яроврат Я не знаю Яроврат Это что за имя Потом Давай что-нибудь Такое Светополк Светополк Да Ну и какой-нибудь Не знаю Всеволод Блядь Кому-то Яроврат А кому-то Всеволод Да Нечестно Нечестно Вить Мы за тебя Понимаешь Если мы будем так назваться Можем тебя и убить В то время Когда эти имена Хотели в ходу Были Там вопросы решались Яроврат один И все Так Ну что Жареха не было что ли Никто никого Слушай Как-то солидно прошел Этот Gamescom В смысле Либо мы все уже все Постарели Повзрослели Либо я не попал В какую-то вот эту Знаешь Такую струю Которая вот это Все вот это Закручивается Все как-то было Как-то по-рабочему И даже когда Наконец-то И выбирался Когда я там по ночам Ну что Ну сидели Что-то Ну начались Добродеев Увидел Мне больше не бьет Бухать на выставках Опять же Может быть мы об этом Рассказывали Но не лишнее напомнить Что у Добродеева Как раз таки 20-го же числа ДРЭ И оно каждый раз Приходится на Кель Ну на Gamescom Вот И Он жил В Хилтоне Внизу которого Находится Айсбар И я выхожу Смотрю Вродеев Что Обнялись Поговорили То есть Все как-то Вот происходило В каком-то Такой Знаешь Как бы сказал Песков В спокойной Рабочей атмосфере Как-то так Ну И что ты ездил Оттуда Непонятно Нормально Что обсуждать Будем ведь Давайте Задавайте Свои ответы Ну ладно Kings Bounty Это как вообще Норм Рудится Норм Норм Играет Просто на западе Огромное количество людей Не помнят Предыдущей части И поэтому Для них это абсолютно Что-то новое Они Вау Ничего себе Круто Но При этом Есть автор Книги CRPGBook Которую я очень жду Я кстати заказал себе Физическое издание CRPGBook Та самая огромная Книга Альманах Сборник С От разных Геймдизайнеров Ролевых игр Компьютерных С их воспоминаниями Это статьи про игры С разборами В общем Короче Чувак топит За РПГ Он составитель И вот составитель Этой книги По поводу Kings Bounty 2 Бразилец Живет в Японии Написал эту Книгу Недоволен Kings Bounty 2 Вот Это то что касается Аудитории За пределами России Ну а в смысле Он недоволен Я так понимаю Он видел только трейлер И трейлер Действительно Я с этим даже соглашусь Что он Довольно сумбурно Дал представление О том что это И конечно Надо ее показывать Больше И тогда люди поймут Столкновения Видите что Российская Игровая студия Пошаговая фэнтезийная РПГ И мне кажется Что наверное Самая такая симпатичная И самая такая Не знаю Доделанная Обаятельная Из всего вот этого Как Все это вереницы Клонов Героев Которые Героев я очень люблю Помните наш стрим Как я вас Вот так вот Ты нас водкой напоил Просто Да Это другой был стрим Это был тот же стрим Да? Да Ну ладно Я вам сказал матч-реванш Команды Хорошо Сальникова-Зуева Хорошо Короче Мне казалось Что из всех вот этих Вот вереницы Клонов Он такой самый Симпатичный Хотя Честно говоря Там очень много было Различий А ты же понимаешь Всю интригу Что Kings Bounty Это игра От New World Computing Да Из которой Выросли герои Друг у друга Бла-бла-бла Да-да-да Ну так именно так и есть Что герои пошли Больше в стратегию А типа Kings Bounty Как раз больше Без стройки В роллплей Да Без стройки Да-да-да-да Но Мне очень понравилось История диалоги В свое время Да Но от второй части Ну мы как-то с Витей Общались По этому поводу Что вот Kings Bounty Но я никогда бы не подумал Что там будет выглядеть так Dragon Age 2 Такой Ну Да все Вот любую Назови любую РПГ Современную Фэнтезийную Ну там Плюс-минус Я такой Ничего себе Вот это неплохо Ну то есть Ну кстати Это прикольный эффект Я наблюдал его Когда люди подходили И такие Ага Kings Bounty Ну давай Включай Свой Kings Bounty И видят Вот этот вид сзади И такой Ты что за масс-эффект Вы здесь устроили Это был Ну кстати Это реально неплохой эффект Неплохой Когда тебе Ну прям вот Настолько изменяет Но на самом деле Чем Когда ты начинаешь играть Ты понимаешь Что блин Ну принципы По сути Реально Ну все те же Это Kings Bounty Нашел Серу В кармане У прохожего Например Из забора Серу нашел Кристаллы Нашел там Опыт и золото Я так понимаю Что там будет Нормальный Ну как нормальный Не такой Фанфикообразный Простите меня Фанаты Kings Bounty Но в первых Там этот сюжет был Ну он такой был Он такой Он очень инфантильный был Там по сути Сказочка Сказочка Даже не то чтобы Сказочка Там не было Такой вот Продуманной Вселенной Это же были по сути Такие скетчи Фэнтезийные Ну там Гном Таганрок Ну вот так Огромное количество Отсылок к современной Какой-то массовой культуре Сценарий Дани Шиповалова Ну вот Вот отчасти Я сейчас бомбанет Кого-то в комментах При этом еще раз говорю Что Гусаров Конечно гений Безусловно И космические рейнджеры И Kings Bounty Ну то есть Это Две величайшие Наверное Российские игры Ну не величайшие Но одни Ил-2 забывают Вот Но у них У них был вот этот свой стиль Которым они придерживают Такой легкий Немножко такой Вот такой Анимационный Немножко такой Близзарда стайл С таким Налетом Иронии Вот всегда Они делали свои игры так Ну это стиль Катаурия Но Катаурия К сожалению Сейчас просто Нет И Гусаровно Почему Вот объясните мне Пожалуйста Одну вещь простую Вот Ты как Человек Который С издательским Делом Сейчас имеешь Много общего Вот объясните мне пожалуйста Почему Например Вот Франшиза не возникла Из этого Толковая Долговечная Из чего именно Сейчас Ну вот Если знаешь Очень примитивно Рассуждать Вот Я простой обыватель И вот я тебе задаю Такой вопрос У Марвел Киновселенная Это бесконечный Баян И ты Начинаешь В какой-то момент Офигевать От количества И при этом Расходы На производство Этого баяна Они растут То есть Качество растет Не падает А у нас Это Там Вспомним Тот же 1С В тылу врага Блестящие Оригинальные части Потом Начинаются Спин-оффы И все это Такое Спускается На тормозах Как будто бы То есть Последнюю игру Доделывают Уже в принципе Там я не помню Лис пустыни Там при всем уважении К людям Которые это делают Ну я имею ввиду С точки зрения Там уровня качества Уже ни интриги нет Ни какого-то Прогресса нет Ты смотришь на это уже Оно медленно устаревает Уже выходит Очень много лет И короче Заглохло в итоге Там не знаю Вот Из таких примеров Кингс Баун Что случилось Почему тогда Не получилось сделать Франшизу Что за ерунда Ну тогда Так собственно Хотя там было много Дополнений Да Но тоже спустили На тормозах Ты сейчас правильно описал В принципе Тогда так Было принято и делать И там же Вот этих вот Все соки выжили Вот этих вот Кингс Баунти Их же вышло Штук пять Да Их было штук пять игр Именно Именно в той стилистике Катауриевской Вот этой вот Мультфильменной С юмором Пять игр Это не считая Там по-моему Там даже не Valve В какой-то момент Подключился Делал какую-то Онлайн Фейсбучную Роял Квест Нет Роял Квест Это тоже Катаурии Начинали делать То есть на самом деле Именно той Кингс Баунти Тоже вышло Достаточно Мне кажется Немножко этот сеттинг Даже Подизнасиловали Если честно И ты прав Что так поступали Со многими сериями Тогда То есть не только Один С А все издатели То есть Успешная игра А дальше Не дожили А дальше 40 аддонов Паровозом Такие просто Идут Ну вот Я надеюсь Я надеюсь Что сейчас Ситуация меняется И вот сейчас Вот ты видишь Что решили Возродить Кингс Баунти И не выпустить Аддон К игре 2008 года А я уверен Что Наверняка Кто-нибудь Мог бы сделать И так Вот А сейчас Прям такой Тотальный Перезапуск По сути Почему вторая Цифра 2 Ну потому что Ну это все-таки Реально Продолжение Хотя бы С точки зрения Жанра Ну да Это оно Вот А так Вот Большая Номерная Часть Которая Действительно Твою мать Полностью отличается От того Что было Я надеюсь Что в принципе Ну так и будет Ну хватит уже Вот этого Геймдева 2000-х Но мне кажется Геймдев 2000-х Сам себя В этом плане Ну и похоронил И мне кажется Что многие сделали Выводы из этого Я очень надеюсь Ну и что У компании Ремеди Та самая Скажи Вот ты поиграл Фирма одного Грустного Финского ебала Имени Да Вышла новая игра Control называется Вот теперь Можно спросить Андрей Я не понял Ты знаешь Там такое Нагромождение Абстрактной Полузаумной Фигни В самом начале Ты вообще не понимаешь Что происходит Это настолько Высокопарный Какой-то сюжет Может быть И нет Умничение Да И вообще Не ясно Что происходит Ты такой думаешь Дайте мне уже Поиграть Потом наконец-то Ты поиграл Вот Но к тому моменту Ты уже уставший От этого всего Умничения Ты поиграл Тебе понравилось Но уже пора Как бы На боковую Я бы так это описал Стрелять весело Прыгаешь Бегаешь Но конечно Дизайн уровней Remedy Совершенно не могут Вывозить Ничего невозможно Запомнить Это метроидвания Да Это метроидвания Это не шутер С укрытиями Как было принято Это метроидвания Ты бегаешь По офисному зданию Психоделическая Обстановка Сюжет Про Альтернативные Про то как приезжает девушка Не-не-не-не-не-не Это к тебе девушки приезжают А там Альтернативные Мировые события Еще давно нет Альтернативные Мировые события То есть Параллельные Реальности Которые смешиваются Есть некое Бюро контроля Которое Этим делом Заведует И в этом самом Бюро контроля Что это фильм из 90-х Сериал Супернатурал Я тебе говорю И в этом бюро контроля Тоже происходит Какое-то смешение Непонятных Сущностей Девушка Которая приезжает К Андрею Она незамедлительно Становится директором Сразу же Сразу же Андрей Она не понимает Потому что Нет Она понимает У нее не получилось Застрелиться Понимаешь А я здание Потому что У нее не получилось Застрелиться У нее не получилось У предыдущего директора Получилось А у нее не получилось Так Что И дальше Ты бегаешь По этому офисному зданию Такая же история была В Ланвейке Есть комната Куда ты можешь зайти Есть комната Куда ты понимаешь Что тебе нужна Какая-то обилка Чтобы там пройти Видимо попозже Карта Которая В реальном времени Она прямо на экране И ты вот ходишь Смотришь Так Какой отсек Куда мне сейчас Нужен Сектор Б С И так далее Но ничего Невозможно Запомнить Никаких ориентиров Нет на уровне Абсолютно Бесполезный Environment Дофига Дофига Да Записок И всяких Интересных Засекреченных Каких-то там Папочек И прочее Но настолько Безликие уровни Что прям Плохать хочется Ну то есть Судя по твоей интонации Ты прям не хочешь продолжать Не Не хочешь Окей А ты А я закончил А ты Закончил Закончил продолжать Про контрол Я могу сказать Что Ну во первых Лучше его прочитать И я не Разделяю Я Нет Нет Я не разделяю Восторгов каких-то О том что Remedy Опять Выпустил чуть ли не лучше Свою игру Remedy Уникальная студия Вот Сейчас опять Я слышу уже Этот Свист колес Но Но Уникальная студия Потому что Они делают реально Игры Которые претендуют На статус культовых Что я в это вкладываю В их играх Есть какие-то Черточки Есть какие-то Нюансы Лучшие Может быть вообще Во вселенной Они находят Во-первых атмосферу Они всегда умеют В эти жанры Ну теперь ты Можешь микрофон Пожалуйста Они умеют Они понимают Что вообще Как делать Допустим Нуар Боевик Как делать Стивен Кинговский Хоррор Как делать Допустим Как сейчас Такой Психоделический Сайфай В стиле Не знаю Секретных материалов И прочих всех Этих Сайфай сериалов Игру Они очень здорово Это делают У них есть Какие-то фишки Которые прям Ну лучшие в жанре Там не знаю Экшн например Они всегда умели В него практически Начиная с Макс Пейна И так далее Ну вот Во всех Но во всех Играх Рэйм Не ну почему В Quantum Break Был ничего Но его там было мало А вот в контроле Он на самом деле Клевый Там со всеми этими Левитациями Броском предметов Стрельбой Там такой прикольный пистолет С разными Модификациями У него Неограниченный Боезапас Но есть Как бы такой Перегрев Как в игре Venom Codename Outbreak Практически Но У них Вот Чего-то всегда Вот мне В их играх Чего-то всегда Не хватает Вот и Они кажутся Больше Чем на самом деле Чем есть На самом деле Как с моей точки зрения Классный концепт Клевая атмосфера Какие-то вот Точечные Какие-то Геймплейные штуки Либо сюжетные штуки Либо еще какие-то штуки Ты думаешь Блядь Вообще Ну я никогда Этого не видел Это так круто Что просто ебанись Но Какие-то Вещи Тебя просто Рушит Всю эту атмосферу Например В Control Мне категорически Не понравился сюжет И его подача Ну то есть Черт и что Ну такой нахуй Вертили Это просто пиздец Вредятина какая Вредятина Ой извини Так Серьезно Вот И ты думаешь Господи Там какой-то Псевдоквази Физиоцилки Туда-сюда Псевдоквази Физиоцилка Ну то есть Это вот Это вот Те самые страшные Истории Из Алан Вейка Помните Когда Найкспринг Найкспринг И там как раз Была история Про застрелился Вот эта вот Вся фигня И Когда там Ученый рассказывал Тем что я застрелюсь Но я застрелюсь Только в одной вселенной А в других Пистолет не сработает И я выживу Умноженно в других вселенных И там кто-то Выключил вот эту Квантовую установку И он застрелился На конференции То есть Мне кажется Что вот у них Как-то эта идея Зародилась И они видимо Фанаты что ли Что значит Зародилась Валон Вейки Минуточку Они продолжали Ее в Квантом Брейке Они начали Ее в Макс Пейн Ну да Рэмоди Это чуваки Которые вдохновляются Временем Ну да Так у них все игры В одной конве Они очень похожи Такое ощущение Складывается Что они как будто В одной вселенной Не исключено И там на самом деле Есть отсылки То что действительно Контрол и Алан Вейк Это одна типа вселенная Такой типа Марвел Супергерой Включили Квантом Брейк Я не знаю Я не настолько Глубоко погружался Они очень похожи Они все очень похожи Просто ты берешь Как бы жанр один Просто ты Вставляешь его В разные условия Вот у тебя есть Нуар Боевик У тебя есть Хоррор В Стивен Кингомском формате У тебя есть Сайфай Боевик С такой чудинкой И у тебя есть Допустим Типа Сюжетный Такой Сериальный Как Квантом Брейк Был Тоже Типа с налетом Сайфая Они по сути Очень похожи По каким-то вещам Но они Не знаю Ремеди клевые В этом плане Они всегда Напускают Такую атмосферу Напускают тебе Немножко Суд в уши Хорошо Суд в уши Называется Ложная Многозначительность Нет Нет Они здорово делают Они здорово Преподносят свой Нет Они здорово Преподносят свой Продукт Но когда ты Начинаешь В нем разбираться Там первые Несколько часов Ты такой Сидишь Блядь Это из этой игры Которую мы все Судя по презентациям Думали Что это какая-то Техно-демка Что они просто Там значит На сдачу сделали Просто потому что Им делать нехера Потому что они там делают Видимо Они сейчас будут делать Алан Вейк Или они там делают Сюжетный режим Кроссфайру За миллиарды долларов Как все говорят Китайцам А вот здесь Это типа техно-демка Они там что-то Немножко Какая-то была идея Наверное Какой-нибудь чувак Пришел к главе Сэму Лейк И сказал Блядь Давай чувак Я по дешевке сделаю И вот так К контролу мы относились Но нет В первые несколько часов Ты сидишь Блин Класс Ты ничего не понимаешь Что происходит Документы на тебя сыпятся Какие-то записки Имейлы Рабочие расписания Какие-то письма Друг к другу Ты вообще ничего не понимаешь Подожди Ты хочешь сказать Что надо все-таки взять Начать сначала И пройти Но я бы сказал Что это хорошая игра Вчитаться 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 Надо вчитаться Сюжет Это худшее Наверное что есть контрол Правда Слушай вот Андрей играл Да я у него спрошу Да он знает лучше Он не играл Я сейчас про то Что Андрей описал Такой ты ходишь Читаешь документы Сыпятся какие-то Должностные записки Ну ребят Ну это же твою мать В каждом эмюверсе В СИМе Да Так в этом и есть смысл Что в контроле А можно в компьютере Прочитать переписку Чувак Послушай ты В контроле Именно есть вот эта Атмосфера Это метро и два Не я В Мерси в Симов Есть эта атмосфера Когда ты как будто Погружаешься в этот мир Не просто читаешь Дженерик записки Как в Far Cry Там в каком нибудь И тебе там похуй Что на них Просто вообще Вот просто похер Что там происходит Не важно А здесь Реально они там И у тебя какой-то уровень И раз у тебя стена едет Потом ты Нажимаешь какой-нибудь рубильник Попадаешь в какую-нибудь Параллельную вселенную Ты не понимаешь что происходит Потом из всей стены Какая-то голограмма выезжает Потом ты попадаешь уровень Который как будто списан Из каких-нибудь Линчевских фильмов И помнишь Например В Волнивейке Был вот этот момент Когда он приходит На какую-то электростанцию Помнишь Она вся была В этих В лампочках То есть Ремеди умеет Вот этот визуальный стиль Невероятный Ты не понимаешь Что происходит Но визуально Это тебя так Вот берет просто За грудки И говорит Чувак Сейчас будет Сейчас будет Просто Ты просто Вот сейчас только Не переключайся Ты просто ебанешься Но к сожалению Для меня Для меня Происходит Всегда В Ремеди Вот они останавливаются Вот на полшага Сейчас будет От того чтобы Вот просто ебануть Вот просто на всю вселенную То есть такое ощущение Что Вот чего-то им не хватает Всегда Что было и в Макси Пэйне У меня было такое ощущение И в первом и во втором Что было в Аланивейке У меня было такое же ощущение Что вот В Кантум Брейке Вообще наверное Самое большое было ощущение И что в Контрол Ты понимаешь Что здесь Крутейшие Уникальные Невероятные идеи Соседствуют с каким-то Типа Ну кто-то знаешь Как будто знаешь Из 60 допустим Или из 50 разработчиков У тебя там допустим 40 гений А 10 Все сука портит И вот какие-то И получается таким образом Что вот эти 10 Они попадают Иногда все-таки На какие-то ключевые моменты На ключевые должности Блядь Ну что ж такое Ну вот это могло Получиться так круто Но получилось хорошо Но блядь Вот у тебя Какое-то всегда Есть разочарование От Remedy игр Что могло получиться Так пиздато Что просто И Кодзима И Хуидзима Все бы охуели Ну вот чего-то Им постоянно не хватает Потому что это не дженерик игры Как у всех Хотели Кодзиму Получили Хуидзиму И Это как финская рок-музыка Письма с Хуидзимой Андрей Это как финская рок-музыка Понимаешь Вот Ну и чуть-чуть Кстати Да И по поводу тех Кто сейчас за рулем И вот как ты сказал Слышишь Виск колес Вот Держитесь за баранку крепко Потому что сейчас будет Три ножа Тормози, брат Да-да-да Лучше-лучше сейчас Встать к обочине Потому что сейчас Три ножа в спину Фанатов Ремеди Итак Первое Лучшая игра от Ремеди Алан Вейк Лучший Макс Пейн Третий Следующую игру по Алан Вейку Пусть делают не Ремеди Я закончу Подожди Ну ладно Два ножа я понимаю Первый Ты причем Давай Если бы ты сказал Лучшая игра от Ремеди Квантум Брейк Вот с этого Надо было начинать И у тебя уже просто Люди Нет-нет-нет-нет Ты что Все-все Макс Пейн 2 Ну ты чего Очень много Школоты Короче В свое время Фанатела Именно от Макс Пейн 2 Конечно То есть Вот конкретно От второй части Вот эти все Поясов Дэфол Это же школа группы Подожди Нью-Йорк Дождь Это же Поясов Дэфол Насколько я знаю Вписались в Control Вписались как-то Вписались Окей И Первый Макс Пейн Абсолютно крутой Ну максимально Он просто такой Очень Очень влиятельная игра И Для своего времени Одна Пионерская Да Но понятно Что сейчас Во втором Акспейн играть Попроще Чем в первой Конечно Но он такой Типа вот первый Вот это было Да Я помню Первый только вышел А второй Как писали тогда В журналах Тех же Вещей До погущего Лей И еще Женщик туда С грудями Чтобы Школьникам Нравилось Моносакс Шифокс Сокс А Макс Пейн Тебя никогда не Свою аудиторию Найдет А почему Моно Только один Можно Да Моносакс Это мне кажется К прошлому Подкасту Да Наверное Так вот Третий Макс Пейн Да я согласен Третий Макс Пейн Лучше Третий Макс Пейн Это гениально Да Просто Просто Абсолютно Вот надо делать так Первые два Макс Пейна И на них такой Третий Макс Пейн Как Ведьмак Как Ведьмак 3 Вот первый Макс Пейн Ведьмак 1 Абсолютно согласен Третий Макс Пейн Я уверен что в комментариях Сейчас как с фильмом Горько Там вот сразу вылезли Пронуар Но так же нет Нуара Да это пиздно Это только когда Ночь, снег и кау Очень хорошо И Нью-Йорк Обязательно Очень хорошо На самом деле Подожди На самом деле В соло разъебывают Любителей нуара Андрей Когда говорит про Макс Пейн 3 У тебя прям есть Сразу панчи Да слушай Ну там во-первых Не все нуары Черно-белые Это раз Не все нуары Происходят под дождем И в Нью-Йорке Под грустную музыку Да под грустную музыку На самом деле Бразилия Та самая Типа солнечная Она еще более депрессивное Место Чем Нью-Йорк Но мы об этом говорили У нас был марафон Миллион раз Марафон Хорошее повтори И еще раз повтори Вот И просто Вот дедуля Включил А своего Не-не-не-не Просто когда Набор пословиц Сука Как говорил мой дед Хорошее повтори Еще раз повторяю Только на русском радио И выпил пиво Набор пословиц Русское радио Нет Ну слушайте Нуар Это просто говорят люди Которые никогда не смотрели Нуар Или не понимают Что это такое Или знают По каким-то Значит они на Википедию Один раз Зашли Что-то послушали Где-то И Ой ну все Ну ну нуар Это вот только такое Это все пиздеж Нуар был и в классическом Кино Был цветной Был черно-белый Был в Америке Был не в Америке Был хуй знает где И когда это говорят Что это не нуар Что я так думаю Что нужен быть нуар Чуваки Ну это вы так думаете Не значит что нуар Должен думать Про вас так же Как вы про него Хороший тезис Потому что действия Происходят в Сан-Паулу Где самая Большая разница Между богатым населением И бедом То есть Как раз вот та самая Вот эта вот Напряженность Депрессивная Депрессивность Это Макс Пайн 3 Величайшая игра Абсолютно Просто величайшая Как старухой Преображение героя Там Преображение героя Вот это классическое Ну это Господи Да камон Чувак на ограничении Там все Там все Там все очень плохо Просто в этой игре Да там все Там чувак просто бухает Он не доходит до Дивана Да ладно Это какие-то частности Там просто Мне кажется что Не было Просто нет и не было Я прям сейчас Захотел переиграть Макс Пайн 3 Слушай На самом деле Макс Пайн 3 Еще один короче Он прости Перебью Он Не считается Он списан Знаешь с кого Списан он Списан С производства С этого Рикса Из Смертельного Оружия Абсолютно Ебнутый На грани Нервного срыва Мужик Которому вообще Нечего терять Который просто Бухает каждый день И хочет Там Застрелиться Который не доходит До дивана И там Зажжет Ничего И он встает Следующий день Как последний проживает Это Просто Ёб твою мать Охуеть Как круто А не вот это Стоять под дождем Курить И ждать Мону Сакс Как она придет И тебя поцелует А может и не поцелует Типа Третий Макс Пейн Гораздо Ближе К жизни И к жизненной логике Событий Которые в нем Происходят Потому что Первый Макс Пейн Это просто комикс Это Син Сити Абсолютно И грустная финская ебалочка Да Слушай Ну там была клевая Там было две клевые вещи Очень крутые Ну конечно Это Bullet Time Которые там Понятно Но там же были Моды Ты помнишь Да Я за Нео И за Леона играл Блять Когда Нео Появился мод Мы такие Помнишь еще На диске Еще не было Игры Собственно По Матрице А тут Оооо Там все же Можно было делать Чтобы он вот так И с плащем И все было Бля Это было Мы уже по-моему Рассказывали об этом Что собственно Антон Логанов Свой путь начал Именно Со съемок роликов По Макс Пейну Как раз Где можно было Делать замедленную съемку Вот это Под музыку Вот это все Ну то есть игра была Она Она тебя вдохновляла На создание роликов Даже если ты не умел Это делать А тогда это было делать Ну вообще-то Десять раз сложнее Как Антон Нет То есть Если вы Если вы не любите Антона И любите Макс Пейн Знаете Что благодаря Вы любите Антона Что любите Антона И благодаря Максу Пейну Антон Логвинов Да 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 Все так Ремеди Спасибо тебе За Антона И за контрол Да Ну контрол ладно Нет контрол классный Конечно надо играть или что Нет Вот если Я бы тебе посоветовал поиграть Потому что Ну вот Хорошо Ты же не хочешь играть в Ghost Recon Breakpoint Правильно Ты не хочешь играть в Borderlands 3 Ты не хочешь играть Не знаю А вот пока Ну в Колду мы с тобой будем играть Но мы же сюда Мы же приблизительно понимаем Что это будет Чуваки Давайте Давайте Ребят Давайте Барду 3 Просто попробуем Чисто попробуем Бля Как ты заебал уже перебивать 500 рублей сука Мы вводим обратно это правило Хорошо Все Короче Ну а здесь ты все-таки До последнего Она долго это вообще Не она там 10-15 часов Прекрасно Да Если ты не будешь отвлекаться На второстепенные миссии Это в принципе О я буду Ну А они зачем Ну это как метроидвание Чисто геймплейно Ну типа прокачаться А прокачаться Больше Ну конечно Коллектиблс Нет конечно ты их можешь пройти без этого Как ты любишь играть Но они не сильно Удвиняют Нет просто это экшн от этого лица Мне интересно Зачем чисто геймплейно там Дополнительные миссии Они тебе дают Они тебе прокачивают героя Чувак Не 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 Кроме этого Там тебе новые способности Новые оружия Которые ты не найдешь иначе Да да Новые эти модификации Твоего тела У тебя здоровье повышается Мне то То что это метроидвание Меня привлекает Просто ну типа Метроидвание такой Вроде бы знаешь Ты Когда вот ты слабоумен Ты вот не готов К серьезной какой-то игре Где много Какого-то интеллектуального контента В метроидванию В самый раз Ну то есть Берешь какой-нибудь Только что Помнил название Уже забыл Ты помните Гревнирию Сильвейни Давай возьму Не 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 Там ебут Древнегреческий Древнегреческий Вот это вот Помнишь как называлось Как будто Графика как На вазах А я понял О чем ты говоришь Он еще постоянно был В PS Plus Бесплатный Да Ну короче Там Ну да Мы все поняли Вот в самый раз То есть Ты вроде бы И просто Понажимал И чуть-чуть Какие-то задания Повыполнял И вроде бы Какой-то челлендж Есть А здесь Это сука Экшен От третьего лица И типа Со всей этой Там их корежит Как тысяча Во втором Терминаторе В конце Вот эти вот Спецэффекты А-ля Трудетектив Все сходят с ума Шиворот на выворот Ебальник на жопу Себе надел Во времени переместился Застрелился Да не застрелился Ты такой Твою мать Что это такое? Нет, слушай, там вот эти элементы, многие элементы метроидвании, кроме разлетворенного мира, в принципе, можно было бы вообще убрать. То есть, они ничего тебе не добавляют. Вот это сигание по платформам, которое там есть, хотя там его не очень много, слава богу. В зельдач поиграть все-таки? Не, ну, слушай, ну, представь себе, ты вот идешь от третьего лица, у тебя крутой от Remedy Action, ты там, не знаю, раскидываешь предметы, у тебя плазма ганы летают, там все, не знаю, и так далее, и в следующей комнате тебе нужно прыгать по каким-то кубам. Ты такой, зачем? Зачем мне в игре от Remedy? Я понимаю, что вы хотели сделать метроидванию, чуваки, но вы оставьте от метроидвании какие-то элементы. Это ужасные воспоминания о рекор. Они сейчас всплывают. Я единственный человек в России, наверное, который прошел игру рекор. Ты прошел игру. У него есть на жопе татуировка. И вот там тоже самое. Рекор, а вокруг сфинктера вот это вот ядро. Зачем в этой игре прыжки по кубам? А потом я понял, что это... По губам. Да, да, прыжки по губам. Это, в принципе, вся игра. Да, да, да. Прыжки по губам. Любой 3D-экшн с прыжками по губам, это, блядь, реально... 60% это были прыжки по губам. Да, я зачем-то ее прошел. Жанр игры. Прыжки по губам. Это прошел. Это самый ужасный опыт, наверное, в моей жизни. Разработчики сейчас смотрят, такие, нахуя он реально ее прошел. Какой-то один теперь. Это же прыжки по губам. Это же прыжки по губам. Это же секретный код был. Кто-то его прошел до конца. Я абсолютно уверен, что если... Режим по губам или по губам. Виктор, инсейн, айронмен, по губам. Поставить галочку. То я зачем-то буду... Прошел зачем-то. Среди тех 10 человек в мире, который ее прошел. Это было... Да, это было ужасно. Короче, есть там элементы как бы клевые. Лечись, Витя, лечись. У тебя игровая зависимость, мы давно знаем. Все, надо. Снимайся водкой, блядь. Короче, контрол клево. Но я бы посоветовал бы, типа, долларов за 30 ее купить. Вот это прям покупка года была бы. Потому что мне кажется, что она не стоит 60 баксов. А, плюс она же на ПК, насколько я помню, Epic Games Store. Нет, она, по-моему, в Steam'е точно есть. Не-не-не. В Steam'е я ее видел 100%, я тебе говорю. Сейчас проверим. Микрофон, говори, сейчас проверю тебя. А, ну сейчас проверю. Рекорд ты мой. Ну, вообще, чувак, нет. Рекорд. Ты что, смеешься? Я понимаю, что ты своей консольной жизнью забыл так сказать, как вся страна живет. А я находил гнев. Нет, она в Steam'е есть точно. Я не знаю, может, вы ее убрали уже из этого. Она стала там временным эксклюзивом и прочее. Не, Epic Games Store. Неважно. Да, да, да. Честно говоря, ну, как бы похер. Главное, если вы хотите играть, я думаю, что фанаты Remedy, они все равно ее купят. Вот и Виктор опять, да, разжигает. Он очень. А ты что ждешь, вот осенью? Ну, давай, давай. Кроме своей земли. Death Stranding. Death Stranding. Все ждем Death Stranding. Что, осенью? Восьмого в восемь утра с Петром садимся и стримимим. Да. Целый день. Восьмого чего? Ноября. Слава богу. А потом восьмого сентября к чертовой матери. Слава богу, что нет. Кодзима сам охуел, когда я сейчас сказал. Он такой, восьмого мне надо выпускать. А я не готов еще. У меня сейчас только в стриме. Я еще из Кельна не вернулся. Да, он реально лежит, блядь, просто в Хилтоне. Нет, в Паше. В Паше, извините. В Паше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА